Настоящий медицинский работник не только в совершенстве владеет профессией, но имеет мужество, чтобы сообщить страшный диагноз, милосердие, чтобы вместить ежедневное страдание людей, терпение, чтобы выслушать жалобы каждого и проявить сочувствие. Люди, которые, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, выполняют свои обязанности добросовестно и самоотверженно, заслужили благодарность. И с этой миссией в кожный венерологический диспансер приехал архиепископ Брестский Кобринский Иоанн. Врач переживает, врач стремится к тому, чтобы помочь человеку, чтобы излечить его, если не окончательно излечить, то хотя бы поддержать в таком состоянии, чтобы человек мог жить, мог работать, мог трудиться на благо семьи, на благо нашего Отечества. Церковь благодарит вас за это служение. Желает и вам помощи Божьей, здоровья, терпения, мудрости в несении жизненного креста, семейного благополучия. Наш областной кожный диспансер работал в момент эпидемии в первую и во вторую волну. Мы работали как отделение для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, мы работаем по проблеме коронавирусной инфекции, лабораторная диагностика, ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции. Мы благодарны правящему архиерею, благодарны епархии, что нас заметили, отметили наш труд. В общем, это труд всего коллектива. В период, когда коварная инфекция была на пике активности, медицинские работники самоотверженно сражались за здоровье каждого пациента, не глядя на стрелки часов и забывая порой о себе и своих близких. Это высокая миссия и самоотверженное служение, за которое сегодня они заслуженно получают самые высокие награды православной церкви. Спасибо большое за то, что отметили наш труд. Было очень приятно. Это впервые для нас и очень значимо. Неподалеку расположен один из корпусов Брестского областного противотуберкулезного диспансера, который на пике распространения коронавирусной инфекции был перепрофилирован с целью оказания доступной медицинской помощи пострадавшим. Медики самоотверженно и с любовью выполняли свой долг, и православная церковь не могла не отметить высокими наградами и благодарностями тех, кто проявил свои лучшие профессиональные и человеческие качества в борьбе с опасной инфекцией. Наш коллектив весь, и я от имени коллектива выражаю огромные слова благодарности нашей православной церкви непосредственно Владыке Иоанну за ту оценку, которая была дана сегодня, за слова благодарности, за молитву, которая была прочитана в честь нашего учреждения, во славу наших медицинских работников, за здоровье наших пациентов. Владыка благословил всех присутствующих, пожелал им доброго здоровья и терпения в выполнении важной миссии. Сегодня в преддверии государственного праздника, национального праздника, Дня независимости Беларуси, мне особо приятно поблагодарить врачей, в общем, сотрудников медицинских учреждений за их служение ближнему, за тот подвиг, которые они совершают в это непростое время, когда люди болеют коронавирусом. Поэтому мы благодарны и желаем им помощи Божией, терпения, мудрости, семейного благополучия, ну и, конечно, здоровья.